Музыка Ее почти на 10 лет вообще отлучили от телеэфира. Она вынесет все, переждет, не записывай землю в коллеги. Но все равно голос Елены Камбуровой в нашей стране знали все и по праву считали ее звездой эстрады. Святая наука, расслышит друг друга сквозь ветер на все времена. Сегодня вы узнаете, как радио подарила певица и композитора ее мечты. Меня это потрясло совершенно. Почему кино разлучила навсегда Теревердиева и Камбурову. Ей ее карьера это нисколько не повредило. И что помогло певице вернуться на телеэкраны. Не покидай меня весна, не оставляй меня надеждой. Единственная любовь моя Мы тратим, тратим, тратим То, что не создано для трат Мы рушим, рушим, рушим То, что немыслимо разрушить 35-летняя Елена Камбурова снова и снова переслушивала записи. Она поет песню Теревердиева. Сколько лет Микаэл Леонович был ее учителем. Певица работала денно и ночно, осваивая непростые мелодии. Казалось, так будет всегда. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, Мчится мой парусник, сказочный путь. Но сказка закончилась, когда Елена узнала, что петь песни Теревердиева в новом фильме Эльдара Рязанова будет другая певица. Композитор посчитал, что Камбурова не подходит. Впервые голос Елены Камбуровой прозвучал за кадром в 1967 году в фильме-концерте «Калейдескоп». В то время, как популярные артисты показывали себя во всей красе, Елену Камбурову никто не увидел. Казус объяснялся просто. Против появления Камбуровой на экране возражал Мос-концерт, в котором она служила. «Ласково цветет глициния, она нежнее имия, а где-то есть земля дельфиния и город кенгуру». Ее искреннее, полное драматизма манера исполнения раздражало чиновников. Помогло то, что Московский горком комсомола в 1968 году присудил Елене Камбуровой звание лауреата. Казалось, теперь ей уготована судьба многих обласканных властью певцов. Гастроли, эфир на телевидении, прочное место на Олимпе советской эстрады. И поначалу все вроде бы шло по этому сценарию. Ленка очень искреннее певица. Она живая, она живая и поет, как живая. Она не поет эти песни, как забытые песни прошлого. Она поет их, как песни сегодняшнего дня. И она переживает их живым человеческим переживанием. И это видно на экране или видно с эстрадной сцены. Елена записывала на радио песню «Ветер» новеллы Матвеевой, когда ее увидел Тривердиев. К тому моменту композитор почти культовый. Елена буквально бредила его песнями. Я помню, что когда я первый раз послушала его по радио, вот, меня это потрясло совершенно. Именно посредством тем, что я увидела, как весомо слово. Заметив, что за ней наблюдает любимый композитор, Елена старалась петь как можно выразительней. Какой большой ветер напал на наш остров. Да мне же вдул крыши, как с молока пеню. И он говорит, да не руками же надо петь. А я руками там держу. Не руками же надо петь, все. Тривердиев ушел. Певица расстроилась, но не в ее характере сдаваться. Я подчиняюсь эмоциям, которые заложены в самих песнях, в самих стихах. И я становлюсь сильнее, ярче, эмоциональнее, чем вообще в жизни. У радийных редакторов она выпросила контакты Тривердиева, решительно набрала телефон композитора и заявила, что хочет с ним работать. Тривердиев от такого напора опешил и согласился попробовать. У него была песня, которую можно было бы отдать претендентке. Она прозвучала в фильме «Пассажир с экватора» в исполнении Татьяны Покрас. «Кто тебя выдумал, звездная страна, снится мне издавна, снится мне она?» Елена взяла в руки листок с нотами и словами. Она допела и только после этого взглянула на Тривердиева. Он молчал. «Не возьмет», — пронеслось в голове. Но композитор вдруг улыбнулся. «Будем работать». А причиной этому был протест молодого человека, композитора, гениального Микаэла Леоновича против пафоса и лжи официозной песни. А он хотел против фальши. И поэтому искал девушку, искал вообще исполнителя. И никто из профессионалов сделать не мог. Могла только Елена Камбурова, одна. Там, где с надеждами, там, где с надеждами Самые нежные дружат слава. Тривердиев был доволен ученицей. Они вместе выступали. И вот еще один подарок. В 1970 году Камбуровой предложили сняться в фильме-концерте. Был очень популярный такой тогда, значит, жанр. Фильм-концерт «Молодая певечка», которая только что получила премию московского комсомола. Не хотите ли вы про нее снять небольшую картинку? Вы, значит, не хотите. Конечно, хотите. О чем разговор? Вот так мы и познакомились. Ах, как тихо-тихо в мире, Лишь порой из-под мула, Расшумев сорвется бездну камень серый. Для молодых режиссеров Алексея Симонова и Вадима Зобина это была первая серьезная работа на телевидении. Для Камбуровой тоже. Елена напела свои песни в черновом режиме, и это не произвело особого впечатления на режиссеров. Они так ей и сказали. А еще что-нибудь умеешь, кроме пения? Мы услышали. Она окончила цирковое. И тут нас, естественно, заинтересовало, что она из цирковых вещей умеет делать. Она сказала, что она умеет жонглировать. Нас это очень порадовало. Что она умеет биться на холодном оружии. Значит, тоже нас порадовало. Все навыки, полученные в цирковом училище, Елена продемонстрировала сполна. Только что на лошади не скакала. А когда запела на записи в полный голос, создатели фильма поняли, что все эти фокусы были не так уж и важны. Вот дар у нее был какой-то свой. То есть был и остается ее собственный, личный дар высокого артистизма. Причем именно, как бы сказать, высокого драматического, если не добавить еще трагического артистизма. Ах ты фокусник, фокусник чудак. Ты чудесен, но хватит нам чудес. Перестань, мы поверили и так В поросенка сошедшего с небес. На премьерном показе фильма-концерта присутствовал и Микаэл Теревердеев и остался очень недоволен увиденным. Причиной этого было то, что мы не ограничились только его песнями, а взяли еще и другие песни туда. Это сделали таким образом не фильм про песни Теревердеева или Елена Камбурова поет Теревердеева, а песни Елены Камбурова поет в том числе Теревердеева. Вот в том числе его, конечно, Микаэл не устраивал. Телевизионное руководство тоже было не в восторге, но по другой причине. Отставить в сторону за слишком яростную яркость. И так это и было сделано. Не расстраивайся, успокоил тогда Камбурова Теревердеев и предложил сделать еще один фильм. На этот раз исключительно с его музыкой. А весной пройдет дождь, и земля станет теплой. Черные деревья покроются листьями. Камбурова с Теревердеевым не только сняли фильм, они сделали новую гастрольную программу. Но песни были сложными и нравились далеко не всем. По мокрой земле шлепает дождь, ручьями стекает по голым скалам. Снова она поет что-то странное, бушевали в Москонцерте. Но звание лауреата ленинского комсомола все еще спасало Камбурову. Пройдет совсем немного времени, и оно станет не спасительной соломинкой, а камнем на шее. Смотрите далее. Почему первая заграничная поездка превратилась в опасные гастроли? Мы что-то поразились, неужели так можно? За что Камбурову запретили на телевидении? Это несоответствие моего звания, и в общем все. И почему голос полуподпольной певицы был знаком каждому? Вот хрупкая девушка, на самом деле, она как мощный ледокол. Счастлив тот, чьи путь не дак, Пальцы злой смычу костер, Музыкант соорудивший Из души моей костер. А душа уж это точнее, Нежели обошена, Справедливей, милосердней, И праведней она. В 1975 году Елена Камбурова приняла участие в пятом всесоюзном конкурсе артистов эстрады, вышла в финал, но призового места не заняла. Тем не менее, ее вместе с другими финалистами отправили на гастроли в ГДР. ГДР – это такое социалистическое государство, которое почти как в России все это было. Все вот эти странные, все такие концерты с патриотическим уклоном обязательно надо было. Там особенно не разгуляешься. Музыканты Виа Ариэль, которых поставили аккомпанировать Камбуровой, были не рады. Не по статусу им подпевать какой-то певичке. Репетиция усилила их недовольство. Но зато потом… Она пела песню, как мы говорили, в полголоса, что ли, ну, на репетиции. И первое же выступление, она так раскрылась, мы просто честное слово, мы просто даже удивились, потому что на репетиции ее не было как таковой. Вот, и вдруг пошла драматическая актриса. Мы уже как-то потерялись даже. Я клоун, я сотейник, я выбегаю на манежнир ради денег, а просто ради смеха. Вот это клоун, вот по тех, вот чудной. Она просто в клоуна превратилась, когда вот в этом, когда мы пели, вернее, вместе с ней исполняли, даже подпевали ее немножечко там, я помню. Вот. И она такого чертенка, что ли, изобразила клоуна, которого носился по сцене, мы что-то поразились, неужели так можно? Я не знаю. Наверное, у нее были неприятности, конечно, с управлением культурой и с чиновниками. Неприятности были. И немалые. Так себя советские певицы не ведут. О заграничных гастролях для Камбуровой теперь речь больше не заходила. Пусть ездят по провинции, мстительно решили в Москонцерте. Она действительно своя среди чужих и чужая среди своих. Это реально про нее. Потому что она абсолютно не соответствует стереотипам советско-российской эстрады. Провинция так провинция Камбурова отправилась в Саратов с песнями Микаэла Теревердеева, а также Юлия Кима и Булата Акуджавы. Музык отыграл нас крики, я в глаза ему глядел, я не то, чтоб любопытствовал, я по небу летел. Мне сказали, что будут представители обкома, это мне там девочки какие-то сказали, что вот надо, чтобы чуть-чуть убрать какие-то песни. Что-то я не помню, что-то я убрала, и тем не менее там, значит, решили написать письмо обо мне, что, в общем, это несоответствие моего звания, и, в общем, все. Так высокое звание лауреата, которое поначалу спасало Камбурову, теперь оказалось ее проклятием. Репертуар певицы худсоветы рассматривали под микроскопом, а появление на телеэкранах и заикаться не было смысла. Лапину не нравилось лично Камбурову, он понимал просто песню по-другому, а Камбурова понимала песню по-своему. В каждую песню Камбурова приносила драму, трагедию, и это не совпадало с эстетическим ощущением Лапина от песни. И тут Теревердеев предложил ей спеть за Барбару Брыльску в новой комедии Эльдара Рязанова. Елена увлеченно репетировала, петь стихи Цветаевой, да это же мечта, которая рухнула в один момент. Микаэл Леонович отдал песни Алле Пугачевой. Ему показалось, что мой голос слишком известен и что нужно, чтобы песню записала не я, а кто-то другой, и он выбрал тогда Пугачеву. Парадокс. Слишком известен голос той, чьи концерты фактически были под запретом, чье появление на телевидении было невозможно. Ей ее карьера это нисколько не повредило, потому что слух о том, что она запрещенная певица, а она все-таки оставалась лауреатом ленинского комсомола. И то, что она уже успела сделать, было настолько сильно и велико, что слава о ней была, и нет, куда бедно, но маленького принца иногда запускали. Имя Камбуровой, несмотря на запреты, все равно оставалось на слуху. И то, что Теревердьееву с Рязановым она не подошла, не означало, что другим композиторам и режиссерам она тоже не будет нужна. Ну и что, что за кадром? Зато в кино она могла работать, не раздражая музыкальных начальников и сотрудничать с выдающимися композиторами Артемьевым, Хренниковым, Пахмутовой, Крылатовым. Песни в фильмах были настолько разными, веселые, грустные, быстрые, протяжные, детские. Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Когда Крылатов мне предложил это, я, в общем, обрадовалась, потому что это детство не очень из меня уходило. И поэтому мне было легко, я из себя ничего не выдавливала. Как оно было, так я и спела. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. Ее голос излучал на заставке юмористического журнала «Яролаш». Она пела за мультяшных персонажей. И колыбельную в передаче «Спокойной ночи малыши» тоже исполняла Елена Камбурова. Голос Камбурова, он состоит из двух величин. С одной стороны, эмоциональная, бесконечная, неприкрытая нежность, море нежности, которое она обрушивает на вашу душу. А со второй стороны, мальчишеская задорность такая, хулиганистость. И это создает ей неповторимый оттенок. Она прямо номер один. Ее всегда хочется слушать. Всегда. И Высоцкий говорил в свое время, когда его спросили, кто умеет петь, он говорил Камбурова. Вена, как хрупкая девушка, на самом деле, она как мощный ледокол ломает старые стереотипы и движется против течения. Игнорировать популярность Елены Камбуровой на телевидении уже не могли. С начала 80-х она вернулась на телеэкраны, но очень избирательно. Теперь певица имела право отказываться от участия во многих популярных передачах. «Чуждый климат», вот климат песен года, вот вроде бы все хорошо, но это не все песни, которые вот там звучали. Я думаю, я бы пела, нет, не пела бы, я эту не пела бы. Понимаете, получалось, что они все не мои. Она упорно держит свою марку. Она ни на кого не похожа, она не пытается. Вот такие люди просто, ну штучный товар, будем так говорить, Кинематограф принес Елене Камбуровой не только всесоюзную популярность. Он подарил ей своего композитора. Владимир Дашкевич не старался переделать певицу под себя. Он существовал с ней на одной волне. У него прекрасный вкус поэтический. И он выбирает очень точные стихи. И прекрасно, и такая точная интерпретация просто невозможна. Я его очень люблю. Абсолютно все становится моим. Интонация у него такая моя. Она меня удивляет тем, что мои песни оказались лучше, чем я думал. Вот когда я их слышу, когда Лена поет, я смотрю и думаю, ну неужели я такое написал? Эту песню для фильма «Красавец-мужчина» Дашкевич писал сразу с прицелом на исполнение Камбуровой. Но режиссер решила иначе. Пела Марина Ниилова. В том-то и дело. Марина спела. Маргарита Микаэляна, режиссер, была ей очарована. Я не стал возраздать против такого прочтения песни. И песня, конечно, бы погибла, если бы Лена не услышала ее и не захотела перепеть. И когда она ее перепела, вдруг возникло чудо. Вот это то, что умеет только Лена делать. Не покидай меня весна Не оставляй меня надежды На чудо счастья и любви Теперь на телевидении ее буквально умоляли. А давайте еще фильм-концерт сделаем. Или два. Ну, пожалуйста. И за четыре года сняли целых три передачи. А в 1992-м Елена Камбурова создала свою собственную площадку Московский театр музыки и поэзии. Ну, главное ее достижение это последовательность в выборе пути. Вот 3Т труд, терпение и талант она абсолютно выполняет эту формулу. Бесхозная девочка, кончившая церковое училище, сделала свой театр. Этот театр называется театр Елены Камбуровой. Ну, кто еще? Театр Аллы Пугачевой? Так и то нету его. Ее творческий путь не назовешь легким. В нем были и любовь, и разлука, и предательство, и поддержка друзей. Но, может быть, благодаря именно этому на свет появились песни, которые до сих пор мы знаем и помним наизусть. Мы сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли. И вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали. Но что-то погасло вдали.